Вы видели статистику, первая шайба для Гусева за 7 матчей, ну и мы говорили, собственно, так уж сегодня получилось, да, интервью Дарьи Мироновой с главным тренером Монитогорского Металлурга, где он говорит, спросите у Семина сами, потом вот ответ Семина, и просто здесь вспомнить, что Семин не забрасывал сколько? 23. 23 матча. 23 матча. И 2-2. 2-2 к середине матча. Заброшенная шайба номер один развернула эту игру на 180 градусов. СКА, нельзя сказать, что проснулся, он не спал. СКА не то, чтобы завелся, СКА был готов, потому что этот матч будет невероятно сложным. Но СКА, забросив снова, поверил, что можно развернуть игру, даже проигрывая в две шайбы, а не в одну. Ну, а в двух предпосылках я бы хотел сказать. Длинный повтор, давай вот сейчас. Длинный повтор, во-первых, необходимо с обрасывания начать. Первое звено против четвертого. Илья Воробьев выпускает четвертое звено на территории соперника. На обрасывание, которое выигрывает СКА. Привозит шайбу в зону атаки. Здесь Ковальчук ее контролирует. И отличной передачей находит в зоне ближнего пятака Барабанова. Опять-таки передача, как и в случае с Гусевым и Андадоновым. Передача под удобную руку. Свободное разряженное пространство. Много игроков-магнитки, которые находятся в обороне, играют по шайбе, а не играют по игроку. И у Барабанова появляется время для того, чтобы и принять шайбу, и обработать ее, и нанести бросок.